Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Квартирник». Сегодня я пригласил в гости замечательных ребят, музыкантов, с которыми мы в течение всего часа, которое отведено нам на эфир, мы познакомимся. Леонид, добрый вечер! Добрый вечер, добрый вечер, друзья! Давай сразу представим ребят, чтобы и мне, и нашим телезрителям была возможность, если что, мало ли, они позвонят в нас, телефон прямого эфира 541-2540, поэтому, уважаемые друзья, звоните, если в ходе нашего общения, в ходе «Квартирника» у вас будут возникать какие-то вопросы к ребятам. Леонид Михайлов, прошу любить и жаловать соло, вокал, вернее. Да, вокал. Значит, представляет музыкантов наших. Значит, гитара и акустическая гитара Антон Арестов. Привет, Антон! Дальше, значит, бас, гитара. Сегодня мы без контрабаса, но Олег также играет на контрабасе, у нас тоже есть некоторые вещи. Олег Сычев. Привет, Олег, тезка. И наш ударник Александр Васильев. Ударник коммунистического труда? Ударник. Или капиталистического труда? Я думаю, какого только всех трудов. Всех трудов. Да. Ну, я сразу говорю уж, извините, дорогие друзья мои, соседи. Мы сегодня с ребятами пока готовились к передаче, немножко пошумели, а что будет сейчас практически неизвестно. Поэтому уж простите, пошумим сегодня. Леонид, чтобы сразу наши телезрители познакомились с тем творчеством, что мы сегодня будем слушать, что мы будем слышать, давай сразу и сыграем, а потом уже и пообщаемся, познакомимся и поговорим. Хорошо, сразу «Быка за рога». Да. Да. Отлично. Отлично. Значит, первая песня с любовью связана. Называется «Я любил тебя» для всех девушек, дам наших прекрасных, женщин. Дамский угодник. Ну, будет. А, и такое будет произведение. Такое будет? А, нет, такое, есть такое, но об этом чуть позже, да. Хорошо, договорились. Итак, поехали, слушаем. Да, мониторчики. Первая, первая вещь. Можно пустить, да. Мониторчики. Ага, отлично. Все будет в порядке. Спасибо, все, отлично, все. Поехали. Я любил тебя. Вот и солнце скрылось. За облака, вот и кончилась наша любовь. Не смотри так, свысока, от такого взгляда скипает кровь. Столько огненных ночей в твоей власти, ледяной. Я провел, но ты не жди, что сейчас я чувствую боль. Уходи, красавица моя, я любил тебя больше, чем ты знаешь. Но теперь ты все дальше от меня, и в судьбе другой, без оглядки по прямой. Все быстрее и быстрее шагаешь. Я один, а вот и ночь. В окна смотрит на меня. Я бы с ней поговорить не прочь. Но не слушает она меня, тихо в комнату пойдет. Заколдует, заворожит. Все и горькое в бокал нают, мысли в пляске закружит. Эх, давай, давай, на пассажок, вот уже рассвет горит. От любви не вышел толк, а в груди душа кричит. Уходи, красавица моя, я любил тебя больше, чем ты знаешь. Но теперь ты все дальше от меня, и в судьбе другой, без оглядки по прямой. Уходи, красавица моя, я любил тебя больше, чем ты знаешь. Но теперь ты все дальше от меня, и в судьбе другой, без оглядки по прямой. И в судьбе другой, без оглядки по прямой. Все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее, быстрее и быстрее. Ты шагаешь, шагаешь, шагаешь. Леонид Михайлов, собственной персоной. Спасибо тебе большое. Давай начнем с того. Вот скажи, пожалуйста, то, что поет Леонид Михайлов, то, что играют ребята, вот эта музыка. На твой взгляд, что это за направление? По направлению здесь вот такие вещи. Вот я просто так и скажу изначально, да, вот как моя музыка, она как появляется. Есть какие-то вещи, какие-то эмоции, которые меня трогают, какие-то впечатления жизненные. Появляются песни. Ну, в основном сначала тексты. О, значит, потом уже исходя из этого текста, я думаю, как подать. То ли это роковая будет вещь. Вот сейчас дальше у нас будут некоторые такие, немножко даже под романс такая вещичка. Вот, поэтому достаточно разноплановая музыка. Есть какая-то веселая, есть с юмором. Поэтому вот так вот обозначить какое-то отдельное направление. Ну, для себя все-таки я вещь, так как у нас живой коллектив, мы выступаем только живьем, я только за живой звук, я называл так это лирический рок. Лирический рок. Лирический рок, да. Вот, а хотя помимо роковых таких, вот как вот сейчас первая песня была, да, там есть у нас вот и под акустику, под акустику с контрабасом, такие пары романсов тоже с юмором. Вот, есть такие повеселее, я не называю этот шансон, вот, ну, так, песни для души, наверное, так. Хорошо, тогда у меня вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот эта неопределенность жанра выступления, вот, назовем, коллектива, да, назовем коллектива, а почему нет определенности жанра? Ведь если посмотреть, в принципе, практически все группы, да, там, не знаю, ансамбли выступают, хотят они того или нет, но выступают все-таки в одном жанре. Ну, я бы не сказал, что у нас вот прям совсем музыка, то есть для концерта, да, я просто знаю, что это всегда интересно, когда на концерте есть вещи разноплановые, не только там медленные и быстрые, а именно где-то можно посмеяться. Нет, медленные и быстрые, это все понятно. Мы говорим о жанре как каталог. Я понимаю, да, нет, я просто к тому, что у нас не только медленные и быстрые, у нас есть и за жизнь, есть и погрузить, и посмеяться, и патриотические тоже, только, ну, по-своему, патриотические, да, вещи. Ну, это больше роковый, лирический рок, я так назвал, да, но в него входит достаточно, я стараюсь больше красок в концерте сделать. Ребят, если можно, возьмите микрофон, потому что я хочу тоже, чтобы вы не только сегодня играли, но и общались вместе со мной. Ой, вот скажите, пожалуйста, вот та музыка, да, вот сейчас я обращаюсь, у нас Александр Васильев, прошу любить и жаловать. Саш, можно я вот так, да, прям, Саш? Да. Отлично. Скажи, пожалуйста, вот, ну, любой музыкант, приходя в коллектив, наверное, должен любить ту музыку, которую играет коллектив, правильно? Иначе тогда какой смысл приходить? Вот та музыка, которую вы играете, ты за что ее любишь? Ну, вообще, я просто люблю музыку и люблю... Это похвально. И, на самом деле, я такой очень разноплановый и люблю очень много стилей и жанров разных. И если, например, говорить, что, да, есть группы, которые играют строго в одном стиле, но, например, один из моих любимых музыкантов, всем известный мировой, Стинг, его тоже нельзя сказать, что он играет в роке или в поп-музыке или в джазе. То есть у него тоже, например, у Стинга музыка очень сильно разноплановая. То есть у него очень много стилей он смешал в своей музыке, как бы, и его любит весь мир. Поэтому нельзя Стинга определить каким-то конкретным стилем. Конкретным стилем или жанром. Я понял. Я понял. Тогда вот такой вопрос. Антон, вот я перед эфиром... Возьми, пожалуйста, микрофончик. Я перед эфиром послушал, естественно, все, что... Ваши композиции. Но я реально... Я услышал просто Гарри Мура. Я реально услышал вот эти вот протяжные, да, ноточки. Естественно, я не говорю, что это плохо, хорошо или плохо. В том плане, что мне даже это в какой-то степени порадовало, потому что, да, любое звучание гитары, да, ну, если... Да, это, естественно, мастер, его сразу можно угадать, да, по каким-то таким определенным ноточкам, будь там, не знаю, Пинк Флойд, Назарет и так далее. Ты специально вот искал это звучание? Или ты действительно вот слышишь музыку, которую пишет Леонид, слышишь ее именно вот так? Ну, я могу сказать, что, Олег, ты как воду глядел. Да. Действительно, Гарри Мур один из моих любимейших гитаристов. И, пожалуй, так сказать, избежать его влияния мне при всем желании бы не удалось. Вот, но я считаю, что я, в принципе, тоже за разнообразие в музыке. И конкретно в песнях Леонида, мне кажется, что достаточно большое, обширное поле для экспериментов со звучанием, поэтому мне кажется, что, так сказать, каким-то горемурообразным наследием не обойдется. То есть я думаю, что значительно больше здесь всяких, так сказать, возможностей реализовать себя. Ну что ж, это хорошо. Передавай микрофон. Саш, возьми, пожалуйста, микрофончик, да. Потому что пришло время, давайте немножко поиграем. Я не случайно говорил о многожанровости, да, о звучании. Ты взял в руки акустическую гитару, поэтому давайте уж теперь послушаем другое, может быть, направление Леонида Михайлова и тех людей, которые сейчас с тобой играют. Да, отлично. Сейчас у нас следующая песня. У нас вот в таком этом году было лето, как-то была зима, да, потом опять лето, сейчас опять зима уже скоро. Да ладно, быть не может. Мне казалось прям все время зима, 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 зима. Ну зима, зима, да. Как и лето не было в этом году, мне кажется. Мне вот лето, сейчас я как-то так вот не забыл, я очень люблю лето. Ну вообще люблю, нет, вообще я люблю наши все времена года. Вот, поэтому у меня так появляются периодически песни тоже и про нашу… Про зиму, зиму. Про зиму, лето, осень, да. Да, ну на разные темы, я вообще стараюсь его на разные темы писать, вот это как бы не зависит там, то есть то, что пришло, то и написал в этот момент. То есть нет какой-то задачи написать там именно про любовь, там 20 песен, вот, поэтому я считаю, что песня красива, когда она рождается, вот естественно. Я запомнил сейчас твои слова, после того, как вы сыграете, я задам тебе один вопрос, и я надеюсь, что ты мне на него ответишь. Договорились. Хорошо, да, это называется «Снег», а снег, я просто сейчас кратко расскажу про зиму. Вот для меня образ зимы – это не просто вот, ну, там, заснеженные улицы, леса, поля, для меня это какая-то такая вот некая царица, вот волшебная красавица такая, вот она где-то там сейчас вдалеке к нам готовится, такая вся… Ну, такая прям, ну, вот, зима царица, так что… Я понял тебя, а я хотел бы напомнить нашим телезрителям, 541-25-40, звоните, спрашивайте у ребят все, что вам интересно по тем темам. И еще я хотел сказать, что вот Леонид и ребята подготовили такой небольшой сюрприз, подарок, каждому, кто дозвонится и задаст вопрос, ребята подарят свой диск и приглашение на концерт или что это будет? Да, у нас ближайший концерт будет 13 ноября в клубе, можно называть, да? Конечно, а почему нет-то? Называется клуб Гластенбери Пап, это метро Дубровка, если кто-то рядом или не рядом. Вот, с удовольствием вас пригласим на концерт, будет интересно. У нас также вот еще будет гость программы на концерт, не только будем мы играть, Андрей Ковалев, наверное, вы его знаете. Вот, будет хорошая программа, так что звоните, с удовольствием вас пригласим, подарим диск. И еще один концерт будет 5 декабря, это тоже на моем сайте будет информация. Но ближайший у нас вот 13 ноября в Гластенбери Пап, будем все рады вас видеть. Отлично, а теперь слушаем. И слушаем песню. Снег. Вот и пришли из-за гор холода. Желтую осень прогнали ветрами. В лужах застыла, замерзла вода. Хмурые тучи повисли над нами. День стал короче, и мир загрустил. Солнце все меньше светило и грело. Вечером сонно, глазами взакрыл. Ночью царица зима прилетела. Снег подал тихо с небес. Снег в лунном свете искрился. Снег опустился на землю и лес. И темный мир в светлый мир превратился. Ночью гуляла зима по полям. В темных лесах, среди деревьев уснувших. По городам, селам и деревням. Тихо плетела, глубоком потухших. Ну а потом прошептала она Зимние сказочные заклинания. И облака озарила луна. Матово белым, холодным сиянием. Прямо с небес, в легком танце кружась. Белою стаей снежинки спускались. Змейкою шустрой поземка велась. Снежные стаи в метель превращались. Снег падал тихо с небес. Снег в лунном свете искрился. Снег опустился на землю и лес. И темный мир, светлый мир превратился. Снег падал тихо с небес. Снег в лунном свете искрился. Снег опустился на землю и лес. И темный мир, светлый мир превратился. Мир белоснежным на утро проснулся. Очень старалась цариться зима. Чтобы светлей новый день оказался. Чтобы ночь не была так темна. Такое ощущение, что мы наконец-то разогрелись. Вот разогрелись. Первая песня такая немножко напряженная. Видимо, как будто мы только-только стартовали. А сейчас прям какой-то драйв пошел. Оно есть такое. Даже на концертах. Я просто знаю. Или даже на репетиции. Вот приходишь на площадку. Она такая сначала холодная. Начинаешь раскладываться. Подключаться. И потом потихонечку она наполняется. Наполняется энергией. Ребята тоже. Друг друга мы чувствуем. И потом чувствуешь какое-то... Не надо даже... Есть какое-то подсознательное ощущение. И вот драйв начинает появляться. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня это все постараемся передать нашим дорогим, хотел сказать, телезрителям. Телезрителям. Не ошибся. Скажи, пожалуйста, Леонид. Ты закончил ГИТИС. Насколько мне известно. Ты закончил ГИТИС. Режиссерский факультет. И слушая... Факультет эстрады. Режиссер эстрады. Да. Факультет эстрады. Режиссер эстрады. Массовых представлений. Вот слушая тексты, слушая тексты твои, вот складывается впечатление, что ты и тексты свои режиссируешь. То есть ты не просто говоришь о каких-то, да, ну не знаю, о каком-то тексте, назовем это так, а ты режиссируешь свои стихи, заставляя уже в стихах понимать, что ты хотел бы сказать этими стихами. Ну, есть такая вещь, наверное, да. Потому что, когда я пишу текст какой-то, я просто... Ну, можно просто написать, да, вот от себя что-то пришло, там написал. Но все равно я думаю о том, что как вот... Мы же все по-разному воспринимаем. То есть я вот по-своему воспринимаю тексты какие-то, да. Кто-то там... Человек другой профессии по-своему. У меня есть какое-то вот это подознательное ощущение, что меня должны понять. Вот поэтому я стараюсь это сделать, ну, правильно, как для себя, как считаю для себя правильно. То есть я к чему еще этот вопрос задал и, как бы, да, понимаю. Режиссер своих, да... Кстати говоря, я первый раз такое вообще... Понятие, да, режиссер своих стихотворений. Ну, мне это приятно, на самом деле, очень спасибо. Для меня это комплимент. Вот. Просто описывая, да, то или иное в своих произведениях, ты прям конкретно заставляешь, да, ну, если вино в бокале, то оно рубиновое вино, разлито по бокалам. И восход или там закат багряный над землей. Понимаешь? И даже не зная, не слыша музыки, а просто одних стихотворений, ты читаешь и ты представляешь, да, как этот закат багряный, да, вот поднялся над... опускается над горизонтом солнышка. На самом деле, да. Есть такое, правда? Да. Антон, вот согласись. Да, ну, когда я пишу тексты, да, я на самом деле вижу картинку четкую. То есть я вот вижу, да, вот если я что-то пишу и какие-то... Да, да. При том, что там какие-то детали добавляешь, это все... Ну, на самом деле, это еще вот для себя чем интересно, когда вот я начал писать тексты. Вот. Я понял, что можно создать совершенно свой уникальный мир, любой. И его вот донести там до слушателей, до зрителей, там. Вот. И это очень интересно, потому что есть одно направление. Песни про нашу жизнь, про какие-то вот наши проблемы, там, или про любовь, да. А можно есть... У меня есть, там есть такие волшебные песни, про вымышленные какие-то вещи. Вот. И это можно создать что угодно, нет границ вообще. Это когда пишешь, туда погружаешься, и когда поешь, тоже туда погружаешься. Поэтому вот здесь вот и появляются такие вот всякие интересные детали. И, наверное, вот это... Ну, я стараюсь передавать свое ощущение через текст, через музыку, чтобы до зрителей. Ну, это такой, наверное, в большей степени такой Тючев, Фетт. Вот это вот глыба, что называется, русской поэзии. Я вот, я просто скажу, что... Вот сейчас у меня очень большие планы там по своим песням. Много песен, надо еще их делать. Вот у нас сейчас в программе 20 песен в концерте. Хочется сейчас сделать вторую программу, немножко другой музыкальный. Может быть, чуть-чуть пожестче, наверное. Вот так вот она будет. Хотя тоже тексты будут со смыслом, да. Олег, возьми, пожалуйста, микрофончик, да, чтобы мы... Ты тоже подключайся уже давай к разговору. А то ты сидишь, мне кажется, ты сейчас... Вот у меня сложилось впечатление, что ты сидишь и вспоминаешь сейчас... Так, аккорды следующей песни АМ-ДМ. Подключайся к нашему разговору. Скажи, пожалуйста, почему пятиструнная басовая гитара? Потому что на ней пять струн. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот классика тебя уже не устраивает? Классика четырехструнная. Нет, ну она как бы устраивает... Или она просто меньше дает возможностей? Она не дает того, что на ней нет пятой струны. Понимаете, в общем-то дело? Ну, это философский такой ответ, да. Нельзя, невозможно сыграть те ноты, которые иногда сыграть необходимо. Хорошо, вот если спросишь гитариста, да, ну, вспомнит очень много, ну, я имею в виду либо соло, либо ритмики, да, если спросишь о кумирах, они там говорят, да, ну, мы же сегодня Гарри Мура называли, там, можно, не знаю, кто-то там назовет. А? Блэкмора, да, да, да. А на бас-гитаре вообще бывают кумиры? То есть... На барабанах понятно, там можно, да, Фил Коллинза вспомнить, в конце концов. Кумиры на бас-гитаре или... Да, кумиры на бас-гитаре. Вот бас-гитарист, который, ты бы сказал, вот я бы хотел, как он играть. Бас-гитарист, тире кумир. Да. Ну, есть много людей, мне нравятся многие. А скажи, ну, не знаю, насколько это будет этично, скажем так, с профессиональной точки зрения. Вот Кутиков, например, он хороший бас-гитарист? Кутиков? Из машины времени. Хороший бас-гитарист? Конечно, хороший. Слушай, вопросов нет. Спасибо, спасибо. Потом басиста не возьмут. В группу вот этого. Ну, он-то еще был, да. Передаю микрофон. Саша, возьми, пожалуйста. Да. Друзья мои, мы собрались не только поболтать, хотя мне так приятно с вами общаться. Прям вот, ну, хочется еще и послушать. Послушайте, что вы играете, вот помимо, да, что мы спели о любви, снег. Какая у нас следующая композиция? Да, значит, следующая композиция, вот как раз, я, мне нравятся романсы, но не в таком, не в классическом понимании. У меня вот он по-своему так получается. Уходи, побудь со мною. Очень красиво, да. Вот, по-своему, такие романсы, ну, вот сейчас у нас, так, немножко с юмором пару романсиков есть. Вот один из них мы сейчас сыграем на актуальную, наверное, тему. С юмором романтика это звучит практически как романс о поручике Ржевском. Ой, кстати, о поручике, у меня есть задумки, мне вот это нравится, вот поручик, женщина, вино, шампанское, да, вот это вот, как-то, эх. Вот, 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 да, 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 вот на коне. Не, ну, да, да, сразу вспоминается, это я смогу, а ты Мурку сыграешь. Ну, что? Да, песня называется «Деньги». Самая, самая юморная, наверное, тема, тема денег. Что тут еще можно добавить? Поехали! Гори, гори, моя свеча, поплачь слезами восковыми. Сегодня ночью раза в два поднялись цены в магазине. Теперь я экономлю свет, его лишь в праздники включаю. И чай холодный, без конфет, я пью, а свечи молча тают. Растет инфляция в стране, пенсионеров добывает. И даже мухи на окне без пищи тихо помирают. Забыт веселый хруст рублей. Теперь они лишь у богатых, у тех, кто среди белых дней гребет их воровской лопатой. Деньги, деньги, россыпи звонких монет. Деньги, деньги, на них продается весь свет. Но только счастье нельзя за монеты купить. За все остальное приходится в жизни платить. У многих совесть нечиста, но спят спокойно эти люди. Коньяк и черную икру им принесут на завтрак в блюде. Простой народ совсем забыт, как может так и выживает. А на лазурном берегу российский олигарх скучает. Пора начать людей посадки и разобраться, что к чему. От сорняков очистить грядки, дать благородному расти зерну. Погасли свечи на столе, и тьма по комнате летает. Хочу забыться в сладком сне, но мысли мне не позволяют. Деньги, деньги, россыпи звонких монет. Деньги, деньги, на них продается весь свет. Но только счастье нельзя за монеты купить. За все остальное приходится в жизни платить. Деньги, деньги, россыпи звонких монет. Деньги, деньги, на них продается весь свет. Но только счастье нельзя за монеты купить. А за все остальное приходится в нашей жизни, а может быть, платить. Прежде чем сказать что-либо сейчас об этой песне, послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Я так рада, что вас вижу сегодня, потому что я ваша большая фанатка на самом деле. Так. И случилось это после того, как я побывала на вашем концерте 31 июля. Вот. Замечательно. Очень приятно. Просто вам все мои аплодисменты были. Спасибо большое за такие песни чудесные. А вы можете исполнить песню, которая мне понравилась больше всего? Какая песня? «Живи». Да, обязательно специально для вас и для всех наших телезрителей. Мы ее споем немножко позже тогда. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш звонок. Вы можете, кстати говоря, сейчас редактору передать номер своего телефона, а мы могли бы вручить диск и приглашение на концерт. Все, как мы говорили, что называется, у нас все по-честному, без обмана. Точно. Да? Ну что ж, давайте еще дальше. Знакомиться, знакомиться, знакомиться. Олег, скажи, пожалуйста. Так, берем микрофон, Саш. Когда мы... Да, вот, отлично. Начнем с Олега. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты взял инструмент первый раз в руки и что это был за инструмент? Ну, все довольно банально. Поверь мне, это микрофон, чтобы не его говорить. Все довольно банально. Да? У папы была гитара. Шестиструнка. Шестиструнка, да. Банальная шестиструнка. Кроме болотника, с тех пор так на ней ничего, ничего, к сожалению, не играется. То есть, такого профессионального музыкального образования нет? Есть. Есть? Нет по... Есть музыкальное образование по классу контрабас. Контрабас, артист, ансамблей и биг-бендов. Здорово. Да. Здорово. Так, передаю микрофон. Саш, тебе сразу слово. Почему барабаны? Я этот вопрос задаю каждому барабанщику, уж извини, пожалуйста. Но все люди, как люди, собираются в компании, у костра, где-то на вечеринке, на пикничке. Все люди, как люди, берут в руки гитару, естественно, да? И там ла-ла-ла. Ты умудрился взять в руки барабанные палочки. Как это произошло? Мне сложно очень ответить на этот вопрос, потому что в детстве, насколько я себя помню, я вообще мечтал стать пианистом. Так? И да, усиленно у нас, у меня дома всегда было фортепиано, я на нем занимался и вообще хотел стать пианистом. Но вот насколько я себя помню, мой первый опыт, когда я взял первый раз в руки барабанные палочки, это мне где-то было около трех-четырех лет, видимо, я по телевизору видел, не знаю. и я дома у себя на кровати из разных стульев, кастрюль, там пытался имитировать, выстраивал барабанную установку, брал ламины спицей и стучал по ним. Это вот я вот помню, вот мой первый опыт. Потом дальше, это было чуть, когда я был постарше, я в пионерском лагере стучал на пионерском барабане. Ой, так мы с тобой, значит, одной крови, что называется. Я тоже в пионерском лагере стучал на барабанах. Отлично. Ну и как-то так пошло. Учился в музыкальной школе по баяну два года, потом бросил, мне не понравилось это занятие. Здорово. Передавай микрофон, а пока звонок телезрителя, давайте пообщаемся, и потом Антон ответит на мой вопрос, а может быть на вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, я хотела такой вопрос задать каждому. Если у вас семьи, дети, как они относятся к вашему творчеству, помогают, вдохновляют, и как они относятся к поклоннику в продолжении предыдущего вопроса? Спасибо. Спасибо большое. Ну, давайте телезрители для нас самые главные, поэтому вопрос, который, что называется, поступил от них, как семья относится, есть ли семьи, да, и как семья относится к тому, что вот вы занимаетесь музыкой? Потому что, ну, что греха таить, не всем музыка приносит, уж извиняюсь, доход в семью, деньги, в конце концов, деньги на черную икру и на окрушавели. Я считаю, это самое важное, когда вот есть близкие, родные, которые тебя поддерживают и понимают тебя, несмотря на разные трудности, которые, ну, я считаю, в любом деле есть трудности, не только в музыке. Достичь хорошего профессионального уровня в любой профессии, я думаю, сейчас тяжело. Вот, поэтому, вот, когда тебя понимают близкие, родные, это очень классно. И меня очень поддерживают, очень-очень сильно поддерживают, потому что разные бывают моменты, а кому обратиться, да, а только они, близкие, родные, искренне вот тебя могут поддержать в какую-то минуту, вот, поэтому это очень важно. Антон. Ну, я тоже хочу сказать спасибо небу за то, что меня окружают мои близкие и мои родные, которые действительно очень меня поддерживают и в самые трудные моменты в моей жизни, которые, надеюсь, позади, вот, в общем-то, оказывали мне всяческую поддержку, как моральную, так и в какие-то моменты и материальную. Было и такое. Сейчас, слава богу, я уже могу назвать себя относительно состоявшимся в этом смысле. Ну, конечно, это предел совершенства, но, по крайней мере, я благодарен своим близким за то, что они действительно поддерживали меня в самые трудные моменты и продолжают поддерживать сейчас. Это очень важно. И сразу вопрос от меня. Как, почему гитара, когда это было? Я могу вспомнить, что прежде чем в сознательном возрасте взять в руки гитару, мама мне рассказывала такой забавный случай в детстве. На нашем книжном шкафу лежала гитара. И я зачем-то полез туда, да, и гитара упала, и ударилась мне о плечо, то есть, в общем-то, не повредив меня, и разбилась на кусочки. И вот это был такой знак, что пора бы меня уже брать в руки. В сознательном возрасте взял гитару в руки я в 13 лет под впечатлением своих кумиров. Я тогда был ярым поклонником группы Scorpions, Iron Maiden. И вот взял акустическую гитару. Потом, как и все мальчишки, наверное, увлекающиеся рок-музыкой, в 15 лет уже взял в руки электрогитару. И с тех пор уже мы с ней неразлучные. Ну что ж, здорово. Я очень надеюсь, что мы сейчас, по крайней мере, пока у нас еще есть время, Александру передам микрофон. Я видел, нашел там специальное такое прямо вот местечко для этого микрофона. Молодец. Здесь, кстати, очень уютно, в студии очень приятно. Вот на самом деле, вот Олег, прям, очень приятно. В моей квартире? Очень уютно, на самом деле. Хочу сказать, что вот и зрители здесь очень хорошо, очень себя, ну, все очень комфортно чувствуют. Отлично. Надеюсь, это не помешает сыграть следующую композицию. Что будет? Что сейчас услышим с поем? Да, следующая композиция, ну, у нас в мире ну, неспокойно, на самом деле, да. Вот сейчас, да, вот много событий в мировом масштабе. Вот. А я, на самом деле, очень горжусь, что я родился в России. Вот. Поэтому я добавил большой патриот. У меня будет еще там песня отдельная. Там тоже. Вот. Но всегда и наша армия, и наши парни, я считаю, самые крепкие парни. Так. Самые душевные, самые настоящие. Поэтому песня называется «Давай на танках». «Давай на танках». Давай на танках поедем на деревенскую дискотеку. Именно так называется следующая композиция. Поехали. «Давай на танках». Давай на танках махнем в Европу чего-то стало а на басет. Эть, эть, дадим им всем пинка под участь тела, которой любят женщины бердеть. Давай в Америку забросим коммунистов. Пусть создадут там старый строй. Пусть разведутся там чекисты. Наступит там концлагерный покой. Захватим Африку, ведь там растут бананы. И испокон веков живет добротный люд. Люд, люд. Хороший негр очень долго служит. Вынослив даже больше, чем верблюд. Махнем и в Турцию, а она почти ведь наша. Бесплатный сделаем путевочный курорт. Еще Китай возьмем и будем пить на завтрак. Отборный чай со знаком «Первый сорт». Зад Води моторы седла из тайных коней Сразу станет на душе веселей. Боевать мы любим, это наш конек. Русский человек справедлив, но строй. Помянем прошлое, зайдем и в гости к немцам. Приватизируем весь их автопром. На автобанах организуем гонки. Бесплатный будет у русских автодром. И будет Франция бутиком парфюмерным. А из Италии соорудим одежды магазин. С эмиратов сделаем заправку. Бесплатный будет у нас бензин. Японию мы тоже не забудем. Там много техники хорошей бытовой. Отличный выйдет электронный супермаркет. Даешь нужник квартиры цифровой. Короче будем обустраивать наш быт. А то сидеть без дела скучно. Пускай весь мир у наших ног лежит. Покладисты верны и послушны. заводи моторы седлай стальных коней сразу станет на душе веселей. Боевать мы любим это наш конек. Русский человек справедлив, но срок. Заводи моторы седлай стальных коней сразу станет на душе веселей. Боевать мы любим это наш конек. Русский человек справедлив, но срок. Ну вот такая песня. Ничего себе пошумели. Когда я задавал свой первый вопрос по поводу жанра, сейчас-то я услышав все то, что вы сыграли, я понял, что жанра действительно нет никакого. Учитывая тот же романс, первые две песни, то, что вы сейчас спели, это прям какой-то такой эй-эй-эй. Я стараюсь делать интересный концерт. Вот для меня первая задача, потому что я бывал на разных концертах. Особенно наша русская живая музыка, если делать просто какой-то роковый для меня, то я могу набрать 20 вещей роковых. Может быть определенный публик и заберется, но все-таки мне интересно, чтобы рассказать и зрителю о своих эмоциях, переживаниях, какие-то тексты донести. И это сделать только в определенном жанре достаточно сложно для меня. Поэтому мне хочется наполнить концерты разными песнями. И немножко чтобы было вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Хорошо. ты хочешь наполнить разными свои концерты. А чем ты наполнишь свою диссертацию? Да, на самом деле целое, кстати, хочу сказать, достаточно сложное было с диссертацией, потому что столько там всего нужно было перелопатить, столько нужно было источники, потом все это нужно было оформить. На компьютере каждая там галочка запятая, не дай бог. Я перепроверял по сто раз мои оппоненты. Один человек из Петербурга должен был приехать, отказался, второй завалил, пришлось сказать третьего уже срочно. Там столько было, я сейчас вспоминаю. На самом деле я так рад, что все это... На самом деле диссертация у меня была так, я режиссер эстрады, диссертация у меня была по поводу создания наших современных концертов, эстрадных зрелищ. И ее как бы творческая и техническая сторона. Поэтому помимо того, что наполнение творческое, даже своего концерта, я знаю, как, например, сделать те же экраны, декорации, я понимаю, как звук поставить, какие-то спецэффекты. Поэтому сейчас, я думаю, в дальнейшем мы, конечно, будем расти и что-то там применять. Для песен видеопроекции очень интересно, тоже есть задумки. Я думаю, мы будем их реализовывать. Я свои какие-то возможности, которые описывал, диссертации и буду тоже стараться применять. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, что сейчас объединило коллектив вокруг тех песен, которые ты поешь, сочиняешь? Я надеюсь, что, когда мы собирались, я вот ребят всех, мы по одному человеку каждого находил. Я надеюсь, что нас объединяет какая-то, что им близки мои тексты, моя музыка, вот этот эмоциональный настрой, то, что я пытаюсь донести, они понимают, что я хочу этим сказать и, наверное, вокруг этого и хочется давать больше концертов. А мне хочется давать больше музыки у нас в эфире, поэтому давай продолжаем песню. Кстати, ты помнишь, что мы обещали нашей телезрительности? Живей. Да, конечно. Ну, если можно, чуть ближе ее... Тогда нам придется заканчивать этой песней. Хорошо. Потому что остается прям буквально... А сколько мы объясним сейчас так, в принципе, сможем? Где-то у нас минут 14 еще. Ага. Ну, вещи три там, да, успеем? Успеем. Хорошо, мы тогда ее сделаем на финал, раз тем более она у нас по просьбе, да? Да, договорились. Что сейчас поем? Так, сейчас, значит, давайте споем песню, называется «Путь». «Путь». Такое емкое название. Такое емкое название, да, на самом деле, просто у нас в жизни у каждого есть свой путь, ну, есть своя дорога, по которой надо идти по своей дороге, я считаю. Вот, хотя тебя пытаются избить, а можно и ошибиться, вот, поэтому идти вот именно своим дорогой и не сворачивая, и именно вот не слушая других каких-то советов, а все-таки найти свое в жизни и пойти, это очень важно, я считаю. что ж, поэтому песни путь. Что ж, поэтому звучит эта песня, и мы идем своим путем. Играет музыка. В беспечной суйте времен потерян путь в страну, где нет печали и доски, где ждут не осень, а весну. Там нет дождливых серых дней, а в синих небесах парят лучистые создания, что видел только лишь во снах. Если веришь, то найдешь тот забытый путь, и увидев свет, доли назад не сможешь повернуть. В той стране исполнятся забытые мечты, там ты разгадаешь тайны снов, слетавших с высоты. Удивляйся и ликуй, и поверь себе, не во сне, а наяву ты здесь, в этой скаточной стране. Пусть исчезнут боль и грусть, и придет покой. Ты нашел свой добрый путь вместе со своей судьбой. В беспечной суете времен рабы толкаются и ждут, что он будет им преподнесен к ногам советный путь. Но только тот найдет его, кто сможет истину понять, и отвернувшись от толпы свою судьбу принять. Если веришь, то найдешь тот забытый путь, и увидев свет вдали и назад не сможешь повернуть. В той стране исполнятся забытые мечты, там ты разгадаешь тайны снов, слетавших с высоты. Удивляйся и ликуй, и поверь себе, не во сне, а наяву ты здесь, в этой скаточной стране. Пусть исчезнут боль и груст и придет покой, ты нашел свой добрый путь вместе со своей судьбой. и его судьбой и жизнь Удивляйся и дикуй, и поверь себе Не во сне, а наиву Ты здесь, в этой сказочной стране Пусть исчезнут боль и грусть, и придет покой Ты нашел свой добрый путь вместе со своей судьбой Вместе со своей судьбой Слушайте, а хорошо звучим, а? Хорошо звучим Спасибо всей команде Действительно, большое спасибо всей команде Вот сразу, так, Саш, берем микрофон И тогда он уже у тебя Скажи, пожалуйста Вот есть, ну, слушаешь, да, какую-то определенную музыку Ну, композицию там, да Вот есть для соло-гитары какая-то партия Назовем это так, да А вот всегда ли композитор, там, солист, да Вот как у нас Леонид, ну, пишет, да, свои песни А всегда ли он дает тебе, как музыканту, как исполнителю, да Возможность проявить себя именно на ударных инструментах То есть какую-то сольную, что называется, партию подать Сейчас, можно я два слова скажу просто Давай Мне еще поразило, когда Саша, вот, мы с ним познакомились Он так принес, а я говорю, а что это, Саша, у тебя такое? Он говорит, а я говорю, ты расписал все по нотам Для меня это было вообще Так я вот сейчас сижу, смотрю, у него там ноты стоят Я поэтому и говорю, что думаю Саша, я говорю, ты расписал по нотам то, что я тебе дал Он говорит, да, я говорю, ну, слушай, ну, это просто гений Вот, и поэтому Но на самом деле это не гений, это наоборот У меня очень плохая память Мне очень тяжело учить что-то наизусть Это просто, вот, и поэтому я все расписываю Мне так проще смотреть и играть Не знаю, по-моему, Саня не смотрит, он играет Это, наверное, так, чисто для успокоения собственной души Он там когда, когда он соло дает, там, да вы что, какие там ноты? Хотя он ее знает Вот, но в принципе, как бы я стараюсь быть в стиле Леонид меня особо в строгие рамки не ставит Я просто вот слышу музыку, как чувствую, так и играю Тогда сразу такой вопрос Вот скажи, пожалуйста, вот та песня, которая сейчас прозвучала Вот если бы на твоем месте оказался бы другой ударник А можно что-то поменять в одной и той же песне, поменять по-другому бой? Да, легко Да? Да, очень, сотни можно ритмов Серьезно? Да Вот для меня вот сейчас это просто открытие Если Саша попросить, он сделает здесь хоть хэви метал или хоть джаз На самом деле, да, просто У нас вот, кстати, песня «Живее» она так была у нас сначала помедленнее, потом ее сделали побыстрее Вот, так что вот здесь на самом деле вот приятно Ну вообще я хочу сказать спасибо вот всем моим музыкантам Очень комфортно Кто бы не отворачивайся от камеры, а то ты совсем повернулся А не забывай, что у нас там телезрители-то у нас На самом деле всем музыкантам Хочу сказать спасибо всем вот, кто помогает и за кулисами Вот И всем вам, конечно Потому что вот даже вот сейчас, да, мы всех вас чувствуем Вот это есть энергетика, ее приятно передать, приятно петь Потому что когда я знаю, что когда вот есть вот эта связь со зрителем Совершенно не устает, голос не устает, да, вот Когда тебя слушают и домой приходишь, как бы все нормально А бывает вот где-то спел там пару вещей, да А вот нет внимания и сразу вот здесь связкам тяжело А когда есть энергетика, можно петь хоть до утра Можно петь, так пора уже петь Потому что у нас опять, к сожалению, время-время наше тает, тает, тает Поехали, какая следующая позиция? Хорошо, следующая песня тоже очень актуальна Я смотрю вот у нас, помимо Москвы Здесь вот у нас вечером видно уже пробки Уже пробки на улице Уже, я не знаю, как скоро, столько домов строится Что будем делать? Будем, наверное, не знаю Будем ходить по крышам Да, если бы у нас был теплый клим, конечно, ездим на велосипедах Но у нас зима, так что Кстати говоря, у нас пять минут Все, отлично, песня «Пробки» называется Пробки, поехали По дороге, как расистные едут автомобилисты Черные и белые и красные Будто дома шины круче Шины у кого от Гуччи И еще сиденья атласные Жить не ровнее для седана Он другого сорта сан Он на всех плюет и смотрит свысока Легковушки, как игрушки Разгоняет свои тушки И небрежно завешена с окна рука Пробки, пробки, пробки Нас друзья объединяют Пробки, пробки, пробки На дороге всех равняют Пробки, пробки, пробки Эх, махнуть бы сейчас по стопке Но не пьем мы за руку А мы свое потом возьмем Видишь, лиму Видишь, лимузин помытый Там сидит чиновник сытый Белая рубашка, черная душа Совесть скрыта тонировкой Персональная парковка С расстановкой он ворует не спеша А братья-мотоциклисты Где они, еще садисты Летом в рядам гоняя уши прожужжат И мопед, и мотоцикл И брутальный квадроцикл Все они своей особой расой дорожат Вон и синие ведерки Глянь, устроили разборки То ли это активисты, то ли стукачи Все мы, братья, на дороге Правила верны и строги Главное мы знаем Когда неправ молчи Пробки, пробки, пробки Нас друзья объединяют Пробки, пробки, пробки На дороге всех равняют Пробки, пробки, пробки Эх, махнуть бы сейчас по стопке Но не пьем мы за рулем А мы свое потом возьмем Пробки, пробки, пробки Эх, махнуть бы сейчас по стопке Но не пьем мы за рулем А мы свое потом возьмем По дороге, как расисты Едут автомобилисты Черные и белые и разные Кто-то сбитый, кто с кастетом Кто-то просто с пистолетом злые За рулем пешком прекрасные Пробки, пробки, пробки Нас друзья объединяют Пробки, пробки, пробки На дороге всех равняют Пробки, пробки, пробки Эх, махнуть бы сейчас по стопке Но не пьем мы за рулем Мы свое еще возьмем Действительно достаточно актуальная тема К сожалению, времени не остается на то, чтобы мы могли бы еще немножко поговорить А мне, если честно, так хочется еще с вами пообщаться Поэтому, дорогие наши телезрители Леонид Михайлов сегодня был у меня в гостях на квартирнике И последний вопрос, который я хочу задать Прежде чем мы услышим следующую композицию Скажи, пожалуйста, есть песни, которую Вот сожалеешь, что написал не ты? Я вот так, наверное, отвечу на этот вопрос Что, на самом деле, у меня сейчас вот И в задумках дома лежит столько песен Что вот даже задумываться о других песнях О чужих, у меня даже времени нет Хочется свои реализовать, их очень много И есть задумки вот так вот, наверное, да Тогда надеюсь, что наша встреча не последняя И мы еще раз сможем встретиться Приходи ко мне в гости И те задумки, которые у тебя есть Давай их реализовывать вместе С удовольствием Будем очень рады Договорились? Отлично А я прощаюсь с нашими телезрителями Всего доброго И мы слушаем следующую композицию под названием Живи Живи Поехали Друзья, приходите на концерт 13 ноября Да, будем жить Поехали Наша судьба В наших руках Будем добрее И к друг другу терпимее Ангелы света И в жизни, и в снах Нас охраняют поряд В небе синем Живи И будь счастливым Твори добро По всей земле Любви И будь любимой И наяву И в сладком, сладком сне Утром всегда Солнце встает Нас Золотыми лучами согреет Нам Улыбаясь По небу Пойдет Холод и страх На земле Незаметно развеет Наша Судьба Наши Рука Будем добрее Улыбнемся друг другу Скорее Ангелы Света Парят В небесах Видят, как в это мгновенье Мир стал светлее Живи И будь счастливым Твори добро По всей земле Любви И будь любимой И наяву И в сладком, сладком сне Наши музыканты Гитара Антон Арестов Бас-гитара Олег Сычев Ударный Александр Васильев И будь живи И будь счастливым Твори добро По всей земле Любви И будь любимой И наяву И в сладком, сладком сне Любви И будь любимой И наяву И в сладком, сладком сне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok